Я хотела задать вопрос про социальные сети. Как вы видите вообще молодежную миссию в социальных сетях? Какой-нибудь эталон может быть есть? Ну, сложно говорить про эталоны, потому что все это происходит достаточно быстро для нас изменения. Даже новые соцсети приходят, старые становятся непопулярными. Это все происходит на протяжении всего лет, даже не десятилетий. Несколько лет прошло и уже какие-то, так сказать, соцсети уже не актуальны, какие-то новые появились, они более актуальны, там другие форматы, там другая аудитория, другие реакции аудитории. Например, мне нравилось и до сих пор я считаю, что лично для меня удобнее всего был живой журнал. Но, объективно говоря, он уже много лет как умер. Умер как живая площадка. Понятное дело, что там кто-то есть и какая-то активность есть, но она много-много раз, как сказать, меньше, чем когда это все начиналось в 2000-е годы. Тоже можно сказать про некоторые другие сети. Вот в этом соцсети и в этом стремительно меняющемся мире все происходит так быстро, что образцы эталона не успевают появляться. Чтобы сказать, вот это, это образец, это эталон. Мне кажется, знаете, что вот для человека, который занимается чем-то таким, как для верующего человека в соцсетях, хорошо бы задать себе вопрос, когда он собирается сделать какой-то постинг. Не стыдно ли мне за это будет на страшном суде? И если нету однозначного внутри в душе ответа, что да, за это мне будет не стыдно на страшном суде, лучше не публиковать, не печатать и так далее. Я думаю, что сама душа, сама совесть верующего человека, она многое может ему подсказать. Понятное дело, что если мы говорим, ну, там, о мирянах, да и не только о мирянах, хорошо советоваться, хорошо спрашивать, потому что со стороны может не видно, и опять же какие-то там страсти, тщеславие и все такое прочее, они тоже оказывают влияние на принятие нами решений. А решения могут быть ошибочные в том, что мы, как мы ведем себя в соцсетях. Поэтому очень важно, чтобы мы имели кого-то со стороны, кто нам скажет, что, знаешь, нет, там тебя заносит или нет, вот это хорошо, все правильно. Важно советоваться, не нужно считать себя вот пупком всей земли, и я всегда знаю лучше. Христиан в соцсетях очень мало, православных верующих христиан очень мало. Это в любом случае какие-то островки. Но я вижу, что это нужно, что это важно, что это помогает кому-то, присутствие христиан в соцсетях. Потому что иногда раздаются голоса, что вообще это не надо, это вообще все от лукавого. Но по моим наблюдениям, по моему опыту, я не могу с этим согласиться, потому что я вижу, что есть благой плод от присутствия православных в соцсетях. Я даже не буду сейчас это все подробно рассказывать, потому что если вы этим занимаетесь, вы сами, я думаю, примерно понимаете, о чем идет речь. Но и опасности есть. И даже вот то, что у нас брат упоминал, некоторые имена священников или священнослужителей, которые были лишены сана, это же произошло в результате соединения священник и интернет. И вот это как бы соединение, оно привело к вещам печальным в итоге. И это примеры такие есть. Касается ли это только священнослужителей? Нет, конечно, и мирян тоже это может касаться. Если мирянин не просто фотографии котиков постит, а если он старается делать что-то, что воспринимает как свое служение, как христианина, конечно, у него могут быть искушения на этом пути. Но я считаю, что искушение это в принципе не может быть для христианина поводом ничего не делать. Типа ничего не делать, тогда искушений не будет. Нет, христианин не должен бояться искушений. Он должен правильно реагировать на искушения по-христиански. В этом смысл искушений. Почему Господь их посылает в нашу жизнь? Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!